для меня бункой в боевых искусствах это следующая ступень следующая следующий этаж изучение буду и жизни первый шаг это базовая техника кихон это слова это слоги это буквы но из слогов букв слов мы составляем предложение и вот эти предложения а дальше уже и рассказы и является бункаем это расшифровка всего чем мы занимаемся как в прикладном аспекте так и в жизни на мой взгляд не только это все очень важно но еще очень и очень интересно потому что вариативность огромная так же как и огромное количество различных произведений написанных книгах и этот этаж изучения буду на мой взгляд один из самых насыщенных и самых широких интересных для всех занимающихся ос очень-очень красиво много информации хотелось бы отметить что само понятие мука это объяснение шифрование и самих кота очень важные два момента кажется все отметили присутствующие это то что лукой это так это тактическая подача но также это очень важно момент объяснение кихона мы используем бунка не только в кота пока используем даже изучение кифона чтобы объяснить детям и сами себе правильность движения ну к примеру данные вещи просто простые вещи когда человек за хватает идет у нас скидки теперь чтобы людям объяснить и петля что все потери естественно улице вряд ли кто будет делать но прочувствовать и объяснить эту жизнь это базовое самое простое объяснение для начинающих непростой тактических у нас не у бедра а лучше объяснить что локт влево-право не уходил человек когда делает здесь он бьет а сзади его хватило куда чувствует что убиваешь естественно так тоже никто не будет бить но когда вы это все осмысливаете и пробуете в парах и сама самим самим испорт исполнить и фантазировать представить технику будет спориться лучше то же самое и в кота есть сложная мука и есть простые простые только объясняет связку одной однако хона с другим чтобы получше почувствовать и не растеряться а то по отдельности может быть там блоки стойки все хорошо делать а вместе уже слова не складываются вложениях и вот булка он как раз их объединяет а есть конечно сложное объяснение мукаев и очень секретные какие-то со всеми дочками иногда которые очень далеко уходят от рисунка самого кота исполнения еще хотел заметить из того чтобы было очень важно что на одних и тех же а так в разных стилях существует на разный гулка и это связано не только с вариативностью нет на прием а еще с разной техник назвали хиана и надо да я шоу дам шоу дам пинар и чтож не против движение похоже очень много дюансов именно того о чем сейчас говорит тихона у этих такой тихон у этих такой тихон и чтобы обосновать и прочувствовать его существуют разные гулка и вот я вам хотел показать на примере одного из элементов кота есть такой кнопки общем кай а вообще-то кота пришел из кинала и в частности вот сайфа замечательный кота сокрушительная мощь там есть элемент достаточно интересный красивый волна выход выход переход и так далее в разных школах его исполняет итогов кинка не только в подзарю там существуют вариации как раз это важно встали удает это важно что движение похоже у нас внимательно посмотреть здесь и здесь бир в году и начали колено потом майкере так далее и каждая техника несет себе очень глубокий смысл и он объясняется именно лукой я хочу показать вот на примере этих движений этого кусочка кота несколько вариантов пулка и прокомментировать в основном это будет связано с ближней дистанции на включение более сложную технику и так само просто вот этот захват обычный выход сюда вот я не делаю задачу для того чтобы освободиться освободиться хорошо как-то на одном из семинаров мы говорили о принципе пружины этот принцип натяжение здесь как раз будет работать вылетает пусть он сидишь и пусть ну получил защита и хват добивает более сложная техника одного же сам элемента тоже сам идет здесь сбив вот эта рука предназначена для того чтобы он же не просто хватило пусть мы ударили чтобы закрыть ее я делаю блок уложу также мракет наличие положение в этих же сейчас эти элементы которые вам добавляют они усложняют сам лукой и объясняют каждое движение в этом элементе кота тоже самое знакомо на руку здесь здесь важная особенность уже непосредственно использования есть варианты в некоторой школе когда делают уход а есть вариант как у вас там это связано тоже с булкаем в одном случае мы фиксируем палец делаем у него полевой дальше удар то есть я делаю акцентирую больше внимания на суставах при прихватах а второй вариант других школ такого же похожего движения совершенно другую больше похож на кисть и на локоть на полевой здесь произвожу сильное действие вот вроде бы казалось один тот же элемент разные нюансы и понимание не только тактики исполнения какого-то приема но и даже маленьких нюансов вот так или так здесь находится позиция с выводом и тогда идет истевое движение больше на сустав или здесь когда больше не будет удобнее выкручивать сверху я хочу вам акцентирует внимание на том что булка это не просто объяснение а это еще отработка тихона элементов понимания и это тоже поначалу наверно для кого-то примитивно правильно но важно в каждой школе в каждом стиле который здесь представлен используют данные кота обосновать и прочувствовать элементы тихона и связать их между собой чтобы дальше получилось тактическое действие ну так же можно двумя руками схватил тоже выход тоже идет освобождение аж на две руки сбив удар вот сейчас пожалуйста не спешите попробуйте вот эти вот вещи с разными позициями переходами то есть первый захват делаете второй захват за руку за руку делаете снизу на палец и еще для усложнения именно тактического усложнения приема то что делают многие сейчас показывают не просто это техническое действие сгив а мы повторяем что пошла вот эта сгив ее ураги и вот не спешите зафиксируйте что у вас чувствуете да да попробуйте попробуйте сейчас вот эти разные варианты и я вам в конце еще один покажу что тактическую часть кота что там и там он как и то и другое но еще покажу элемент связан у нас данный вид спорта как это делается еще на дистанции на слине Это посложнее, конечно, чем с захватами, так как здесь нужна координация, чувство дистанции, но это еще очень хорошее упражнение. Обычно в КМД дерутся, не всегда, но часто начинают, там, мальги, одноимённый удар, раз, одноимённый, чтобы разбрасывать дистанцию в КМД. Не сразу же, головам уровень мы разбрасываем, чтобы руки ушли, и добавляем вторую руку. Вот в этом случае, не спеши, маленький сгиб, вот он, идет. Не спеши, не спеши. Еще раз. Вот, идет как блок. Здесь вторая рука как раз идет навстречу, сбив второго удара, и выходит в мурамин. При этом, заметьте, я не вхожу в ближний бой, мы находимся в кумитете в движении, он уходит в руки, я его разбрасываю, добавляю в мангере. Поверьте мне, достаточно часто вот эти комбинации, лево-право-право-лево, они используются в кумите, как в Кёксингай, когда-то, так, может быть, и в Микс Пайпе, видели. Там, нога, рука, рука пошла. И вот эти вот использования булка и скота, дает возможность лучше почувствовать технику, а также внедрять ее непосредственно в прикладную постель. Вот сейчас попробуйте, не спешите, потому что, конечно же, там рука вылетает, сразу просто ноги, быстро. Блок, блок. Эта рука уже заряжена, сбивает. Блок, уракет. Дальше никуда не надо к нему вниматься, подходить, ничего, просто разводите. Майки. Ос. Попробуйте. Субтитры сделал DimaTorzok